Продолжение следует... 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 который, собственно, и лежит как в дошкольном звене, так в начале школы, ну и в основной старшей школе, на них я пока останавливаться не буду. Вы сами понимаете, что модульный принцип построения предполагает того, что одна и та же образная тема встречает ребенка на разных возрастных его этапах. Вот сейчас вы видите отражение этого тезиса. Ребенок всегда ребенок, и человек является главным, так сказать, объектом и наблюдения, и изображения. И поэтому и в каракульном периоде ребенок тоже рисует очень много человека, и он может свои каракули обозвать и мама, и папа, и я, и сюжетик он может там представить, хотя на самом деле каракули изображать, но в мыслях он уверен, убежден, что он рисует людей. Сюжет. И вот мы просмотрели одного ребенка, поскольку я представляю Российскую Академию Образования, исследовательский институт, и поэтому мы ведем логнитудные исследования длительные, когда наблюдаем за творчеством одного и того же ребенка в течение жизни. И на этом основании, вычиняя возрастные доминанты, интересы, возможности ребенка, выстраиваем образовательные программы. Вот результатом такого длительного наблюдения, собственно говоря, и явилась та программа, которая условно называется «Природа и художник». Конечно, под словом «природа» я понимаю такой синтетический образ бытия, который включает, собственно, и просто природу, но и все живое, что на ней и неживое существует, так называемая живая-неживая природа. И, с другой стороны, то субъективное начало, которое характерно каждому человеку, это индивидуальное восприятие этого мира, который тебя окружает. Собственно, индивидуальное видение и особенность этого индивидуального видения. Поэтому мне бы хотелось, чтобы наша сегодняшняя встреча прошла для вас плодотворно и интересной, чтобы вы задавали вопросы, которые вас интересуют. Ну, таких вопросов в работе с педагогами на курсах повышения квалификации у меня возникает очень много. Ну, например, глядя вот на эту картинку, можно законно спросить, ну а как быть с ребенком, который, например, в три года он рисует этих большеголовых таких людей и схематично рисует ручки, и вот он приходит ко мне в первый класс, семилетний ребенок, и я вижу такой же рисунок. Вот, что делать? Если подобного плана вопросов вас интересует, то задавайте, пожалуйста, поскольку я хочу более предметно с вами разговаривать и дать ответы на интересующие вас вопросы. Ну, а продолжая наше путешествие, так сказать, по этой системе художеств-творческого развития, она будет, естественно, переплетаться с дошкольным блоком, о котором я в прошлый раз довольно-таки подробно говорила. Сейчас в большей степени буду касаться, так сказать, начального звена, ну, в перекличке с дошкольным, поскольку, наблюдая ребенка, в дошкольный и начальный школьный период наблюдается следующая динамика. В три года ребенок свободен, поскольку он еще сидит в характерном творчестве и переходит в период схемы, и поэтому он может изобразить все. Воспитатель же в этот момент делает обратное. Он не дает ребенку нарисовать все. Ему нет вопросов нарисовать пароход, дымящие трубы и так далее. То, что он увидел, что его поразил, то он рисует. Другое дело, что мы не понимаем, чего он рисует. Но он все объяснит, если он разговорчивый. А воспитатели заставляют его рисовать какие-то примитивные вещи. Например, какие-то дорожки абстрактные, которые ему совершенно не свойственны. Или какие-то упрощенные, несюжетные вещи, которые уму ребенку понять трудно. А ребенок по природе своей, как и мы все с вами, по природе мы художники. То есть мы способны видимый мир изобразить с точки зрения автора, с точки зрения своей личной позиции. И поэтому важность образовательной задачи, способности смотреть и видеть, она очень актуальна, поскольку на одно и то же явление каждый человек смотрит по-разному. Прежде всего в связи со своим возрастом. И поэтому мы не ставим в своей системе творческого развития, и помятую о том, что по системе моей работают воспитатели, не имеющие художественного образования. Да даже если учителя начальных классов, то они тоже не искушены в изобразительном творчестве. И на вопрос, умеете ли вы рисовать, как правило, пожимают плечами и очень стесняются. И говорят, да нет, но прежде всего педагоги, мы не художники, у нас там плохо велось, начинают обучение в институте или в училище, начинают оправдывать свое неумение. В этом ничего печального нет, потому что это факт, который важно учитывать. И способность у воспитателя или учителя начальной класса рисовать виртуозно, да даже, скажем так, более или менее, не является главным доминирующим фактором его готовности преподавать. Самое главное, важно быть художником в душе, понимать искусство и ценить его образную структуру. Вот это главное. И поэтому и так работающий педагог, который не имеет, скажем, в руке достаточного навыка, конечно, он и может сформировать очень важные качества, не сколько художественные навыки, сколько формировать культуру творческой личности. И вот этот момент, он очень важен, поскольку главное, что стоит перед педагогом, это развить вот его эмоционально-образное, так сказать, восприятие бытия, не столько рационально-логическое мышление, которое, скажем, развивает такие предметные области, как математика, развитие речи и другие, так сказать, предметные области, а вот именно искусство способно развить то, чего не может сделать другое. вид познавательной активности – это именно эмоционально-образный тип мышления. И поэтому, выстраивая свою работу с детьми, мы должны понимать, что поскольку у нас цель нашего обучения – это культура творческой личности, в общем, художественная культура, и она стоит главным целевым ориентиром, то все остальные задачи, они, собственно, носят подчиненное значение, но, конечно, тоже очень важное, и комплекс этих задач, он способствует достижению этого главного целевого ориентира. И поэтому все организационные формы обучения, средства обучения, а также методы, они должны исходить, собственно говоря, от искусства. И вот это тоже очень важный момент. Не от математики, сядьте прямо, возьмите в ручку руки, 2 плюс 2 плюс 4, а именно иные образные средства. То есть, грубо говоря, если так совсем просто, 2 плюс 2 никогда не будет 4. Вот это то удивительное, о чем мы можем сегодня говорить. То есть средства обучения и формы обучения, исходящие скорее от игровых методов, театральных методов, сказочно-образных методик, которые позволяют ребенку находиться в состоянии восприятия искусства. Вот поступил вопрос от Натальи Шиловой. Скажите, пожалуйста, ребенок в первом классе лепит и изображает линейно человека очень точно, реалистично, по пропорциям, но больше ничего другого не рисует и не лепит почти. Нужно ли? И как расширить его образовательный ряд в рисовании? Спасибо. Наталья, очень хороший вопрос. Мы говорим о первоклассниках, тем более первый класс является, я бы так сказала, пропедевтическим. Ребенок приходит из дома или из дошкольного учреждения со своим мироощущением, особенно домашний ребенок. Домаший ребенок, как правило, предоставлен сам себе, и он находит сферу своего интереса самостоятельно. Родители не всегда внедряются в этот интерес, видят, что он там что-то рисует и довольствуются этим. И вот узость, ту информацию, которую получает ребенок, она объясняется и тем рисованием, которое вы видите, то есть в данном случае человека. Удивляет, что он человека рисует пропорционально верно. Здесь вот в моей жизненной практике был следующий опыт. Родитель, вернее, дедушка даже, он был художником, и он все время ребенку говорил, вот самое главное нарисовать человека правильно, вот не так по-детски, как дети там рисуют. И однажды он ему показал, как рисовать этого правильного человека, что голова укладывается в фигуре человека там 7-6 раз, и показал этот прием. И ребенок легко усвоил вот эту форму изображения, что фигуру человека нужно рисовать так. Итак, видимо, дедушка похвалил, и вот эта похвала наложила отпечаток на ребенка, и он, так сказать, с удовольствием рисует, чтобы его опять же похвалили. То есть он репродуцирует позитивный опыт и надеется на то, что все будут его хвалить. Ой, как же замечательно ты рисуешь человека. И это в определенном смысле мешает ребенку развиваться. То же самое вот я в предыдущей нашей лекции говорила о том, что дети рисуют, например, динозавров. Это когда уже родители не вмешиваются, дети по причине того, что интернет открыт, они визуальную память хорошую имеют, и садятся на этих динозавров. Более того, они запоминают, как они называются, все, но ничего другого они изобразить не могут. Нужно ли развивать в детях вот это вот, расширять, как спрашивает Наталья, его вот этот образный ряд в рисовании? Ну, конечно, нужно, поскольку мы рисуем то, что нас окрушает, то, что мы видим. И, собственно, то, что эмоционально нас затронуло или доставило печаль. То есть то, что оставило нас неравнодушными. И вот если вы будете использовать неравнодушные методики, они, как правило, исходят только от искусства. То есть, ну, так сказать, вот известный метод художественно-педагогической драматургии, да, то есть при этом методе обязательно есть кульминация занятия, когда ребенок очень эмоционально переживает ту тему, о которой вы ему говорите. Ну, вот в этом ряду вы сейчас на экране видите, например, тема, например, старости. Рембратта показать и как-то на уровне возраста выразить сочувствие, сострадание, ну, вот к людям, которые, например, слепые или уже немощные, и сами не могут себя обслуживать. И вот это чувство сострадания у многих уже тоже есть, про бабушки, про дедушки, которые такие же старенькие. И вот через это эмоциональное вывести уже, скажем, не просто на человека, а сначала на пожилого человека. Потом на семью. Вот, чтобы он уже изобразил не одного человека, а несколько, ну, членов своей семьи. Ну, а затем уже маме подарили цветы, чтобы в рисунке появились уже какие-то цветы и так далее, и так далее. Но брать такие темы, например, на день рождения что принесли, торт, на твой день рождения или на маме, то есть на особо значимые и важные для ребёнка события, тогда это, само собой, будет расширяться вот этот, ну, не без напряга. Рисует, вот у меня этот динозавр рисовал три класса. И только вот в четвёртом классе он, а как я с этими динозаврами, вот динозавр, скажем, пошёл в кино, вот динозавр, скажем, в цирке и так далее. То есть динозавр оставался главным действующим лицом, но я ему вот предлагала какие-то, так сказать, темы интересные, ну, которые-то его затрагивали, которые нет, но я терпеливо ждала. Ну, и в четвёртом классе он стал интересоваться всеми остальными темами и слыл, 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 с этим плохим рисовальщиком. Поступил ещё вопрос. У меня в классе есть дети от Регины Бакулиной. У меня в классе есть дети с ОВЗ. И приходится рисовать вместе с детьми на доске или листе, так сказать, пошагово. Правильно ли это? Конечно, правильно. Дело в том, что мы же говорим об обычном ребёнке, у которого нет патологии. Как только включается, например, слабое зрение, плохой слух, или тем более вот такой диагноз, конечно же, методики. Ну, вот в данном случае с такими детьми на Западе разработано очень много вот этих пошаговых инструкций, к слову сказать, которыми заполонён интернет. И складывается такое ощущение, иногда приходишь в группу совершенно, ну, с более-менее, сейчас вообще здоровых детей нет, почти. Так, в общем-то, все немножечко как-то у нас общество больное. И вот там пошагово всем детям дают вот такие пошаговые инструкции, загубя в творческий процесс. Но вы попробуйте с этими детьми. Я работала с детьми, они какие-то, понимаете, они ничего не умеют рисовать, но они, порой, есть вот такая категория детей, которые эмоционально откликаются. Пусть они рисуют на 2-3 года, ну, слабее, чем основной состав, но всё равно ставьте перед ними образной задачей. Не рисуем просто ромашку, а рисуем весёлую ромашку. А как её нарисовать? Вы её на доске покажете, как серединочка, как лепесточки, но до этого мы будем рисовать настроение этой ромашки. Они, как правило, будут рисовать своё настроение. И будут говорить, какое у ромашки настроение грустное. А как красочками акварельными, вот техник по суровому, на суровом-то влажном листе, показать эту грусть? Какие красочки возьмём? Здесь, если будут отклонения цветовые, тоже ничего страшного. Они могут и нечаянно краску уронить и туда. Это всё, вы опять же знаете, диагноз детей будете. Но в то же самое время, жёлтый, как правило, позитивный, чёрный-синий, какие-то тревожные интонации. И если, так сказать, получается, сначала фон нарисуйте с ним. Потом высохнет на следующие занятия. Продолжаем рисовать ромашечку. На доске показали серединочка, лепесточки, серединочка жёлтая, лепесточки беленькие. И вот теперь мы на этом фоне, который у нас уже подсох, нарисуем. Причём не обязательно той же краской, а уже дали, например, обычный школьный мелок. Ну, если есть пастель, вообще сказочно. Если гуашь есть, замечательно. Поэтому, конечно, Монте-Сори занималась этим вопросом больными детьми. И, собственно, потом они адаптированы уже как бы на здоровых. Но очень многие технологии вот этого пошагового рисования, к сожалению, зацепились в нашей школе. Я объясняю, почему. В 18-м году, когда революция случилась, в 18-м, в 18-м Нарокомпрос стал делать программы. И, собственно говоря, у нас очень много было бездомных детей, и детей инвалидов, голодных детей, броженных детей, детей без родителей. И создавались вот такие коммуны. И когда вот некоторые были с большим отставанием, с задержкой речи, и голодные, и всё это сказывалось на общем развитии ребёнка. И тогда вот эта система Монте-Сори очень сказалась, вот эта пошаговость, она и использовалась. Но потом, когда уже государство окрепло, уже не было вот таких вот моментов, то что же, тогда уже надо было нормальными методиками пользоваться так называемого вот этого вот образного видения. Что свойственно нам всем людям, поскольку мы сотворены по образу Божьей, по дубе, можно так сказать, но по образу природы. А природа из двух одинаковых листочков на берёзе или двух травинок в поле не создаёт. Это уже доказано. Поэтому, как же, если нет двух одинаковых травинок в поле, мы почему должны повторять, что делает педагог? Вы показываете, а потом тут задавайте детям установочку. А теперь сделай что-то своё. Вот мы нарисовали ромашку мамочку, а теперь самостоятельно нарисуй дочку сыночка. Но они, естественно, будут себя рисовать. Кто мальчик, так сыночка, девочка, так девочка. Поэтому, значит, и вот это вот, вы смотрите сейчас на экран, вот на этот механизм, вот эта образная основа. То есть не просто ромашка, а какая? Или где она находится? Под дождём, вот даже плохо, наверное. А вдруг даже под снегом? Вот сейчас бывают такие феномены. И ребёнка ставят всё время в разное игровое действие. То он автор, то он зритель, то он ценитель искусства. Помним, что главная сверхзадача – это формировать культурного человека, творческим, так сказать, нацеленного на бытие, на преобразование бытия по законам красоты и гармонии. А чтобы это преобразовать, нужно быть в душе художником. И вот этого художника в душе мы с вами и формируем. И поэтому смотрите, видите, это очень важная установка, которая нам нужна с вами. И вот не обязательно должны быть там мольберты, кисти, роскошные материалы. Вопрос вот такой задают. Ещё раз говорю, можно и простым карандашом развивать в детях вот то, о чём я вам говорила, культуру художественного, творческого видения. Другое дело, что на дворе 21 век, и вот когда мы родителям говорим о современной программе по художественному развитию, то мы везде видим и гуашь, и пастель, и сангину, и соусы. Конечно, это может быть и может и не быть. Но всё-таки это очень важно. Вот здесь вопрос поступил. Значит, какие актуальные вопросы и тема? Вопросов много. Должен ли педагог дорисовывать или справлять за ребёнком в возрасте 5-8 лет? Ну вот вы указали возраст 5-8 лет. Дело в том, что никогда, ни в каком возрасте ничего не нужно дорисовывать. Мы нарушаем авторскую позицию ребёнка. Взрослый не должен туда внедряться. И, как правило, мои наблюдения за детьми, нормально развивающимися, когда ты даже подойдёшь из самых благих побуждений ребёнка, «Ну можно я вот тебе только могу? Ой, ой, не надо, не надо!» Вот это нормальная реакция ребёнка. Потому что он своё авторское право... Ну, представьте, можно я пойду к тебе в дом и у тебя там подметут? Ну, это же смешно, правда? С каких щит ты пойдёшь ко мне в квартиру? Кто тебя пустит? Так и тут. Понимаете, нужно, так сказать, охранять это авторское право. Не нарушать его, а помогать. То есть, например, вы можете отдельно на листочке что-то нарисовать. Например, у него птица не получается, он страдает. На листочке нарисовали, показали. Пожалуйста. Но только не на его листе бумаги. Более того, в моей практике вот все мои попытки что-то там показать, оборачиваясь тем, что ребёнок, дети даже некоторые особенно импульсивные, они «Нет, я не буду рисовать и отказываться». Потому что, ну как это чужая взрослая рука туда влезает? Конечно, нет. А вот я провожу конкурс детского рисунка, особенно дошкольников и начальных классов. Ой, там сплошь и рядом вот такой вот, что вы сейчас видите на экране, вы видите, ой, скажут, ой, это непропорциональная какая-то картина. Ой, что это голова такая маленькая. И воспитатель обязательно дорисует всё, как его учили там в институте. Голова там должна пропорционально. И ошибки исправят ещё в написании у детей. Они же не пишущие, например, в 5 лет или в 6. Ошибки делают. И вот они там их исправляют в убочных надписях. Этого делать, конечно, не надо. Вот, поэтому спасибо вам за вопрос. И задавайте ещё, пожалуйста, вопросы, потому что вот теперь на экране появился главный девиз. Вот как же всё-таки работать с детьми? Значит, вот если вы на занятии, вам удаётся реализовать вот этот принцип, ребёнку установку, посмотри, то, что мы изучаем, не важно, котёнка или, скажем, машину, удивись, то есть важно так зрительный ряд подобрать, чтобы в этом ряду обязательно была какая-то, вот смотрите, мои учебники, там они все это сделаны очень даже так, ну, со вкусом и опробированы детьми. Удивись, элемент удивления обязателен, потому что вот этому будет интерес к изобразительному искусству. Сотвори, сотвори творчество, сделай что-то своё, и что важно ещё, оцени. Если мы последнее не учитываем, что, собственно, и не поставим ребёнка в эту ситуацию, оцени сначала, скажем, большое произведение, выражи своё суждение, а потом детское произведение, своё собственное, то, собственно, вот это вот критериальное оценивание по принципу, ну, прежде всего, я всегда детей учу, сначала вычини позитивное, а потом, если ты считаешь нужным, сделай, ну, какое-то замечание. И вот в этой связи, когда я говорю, что в детскую работу не нужно внедряться, они потом привыкают сразу же. Если вы просто дайте установку, вот был такой психолог Узнадзе, вот он говорит, всё же зависит от психологической установки. Вот если вы сразу скажете эту установку, что, друзья мои, я никогда ваше творчество не... И всё, делайте сами. А как? Вот вы всегда выходите из этого положения. Или кто-нибудь, ребята, из вас покажет, как это нужно нарисовать, и одарённые ребята тут же нарисуют, вообще нет вопроса. Их один, два всегда есть в всех классах. Как в дошкольных группах, так и в школьных. Не было ещё такого, но вот, видимо, как-то мир так устроен, что обязательно два даровитых ребёнка, то есть кто такой одарённый ребёнок? Это тот, кто опережает своих сверстников на год, а то и два. Больше обычно не бывает. Ну, как правило, на год. То есть это те дети, которые чаще, чем другие, рисуют. Ведь опережения почему происходят? Потому что они много и часто рисуют. Рисуют, потому что наблюдают, рисуют то, что видят. То есть эстетический опыт рождает всё. И не только изобразие. Возьмите английский язык или математику. Будешь больше заниматься, соответственно, результатом больших достигнешь. Так и в нашем деле. Сразу если не рисующий ребёнок, значит, им не занимались. Всё. Родители или воспитатели не обращали просто на это внимание или считали, что это неважно в его жизни. Обычно так и дети не рисуют. Поэтому степень совершенства работ может быть такова, что выразительность работ может приравниваться к искусству. Я хочу процитировать вам высказывание Щербакова. Детское искусство начинается там, где есть эстетическая оценка воспринимаемой в действительности. Хотя сама по себе работа детей в этой области есть творчество, но не обязательно искусство. То есть здесь мы всегда оговариваем, что это детское искусство. Таким образом подчёркиваем, что ребёнок ещё находится в пути, что он может быть и создать какой-то очень сильный, выразительный рисунок, который можно за детским искусством, например, в 7 лет, а в 10 он скажет, что я рисовать не буду. Мы всё-таки с вами рассматриваем общеразвивающий принцип организации работы с детьми. То есть не профессиональный, не предпрофессиональный уровень, а общеразвивающий. И поэтому здесь ещё раз говорю, нам скорее важнее, какой человек и какой зритель, не столько, сколько как художник. Поэтому отдельную отметку, как только она появляется во втором классе, нужно уже ставить вот на это умение смотреть, умение оценивать. Вот почему. У нас оценивать это очень важный момент в системе методических предпочтений. И поэтому детский результат деятельности ребёнка можно назвать произведением, как и у взрослого искусства. И это будет очень уложительно. Ну и, в общем-то, главным, как я уже сказала, является этот тематический модуль «Я и мир человека». То есть субъектно-субъектные отношения являются очень важными. И мы видим, как эволюционирует ребёнок. И одна и та же тема повторяется в системе несколько раз. Но вы сами видите, насколько меняется ребёнок. Вот он в 6 лет видел себя художником, рисовал вот так наивно, по-детски. А уже когда стал взрослым, при моей системе подготовки, конечно, уже и насмотренность Далии, и философия здесь жизни, сказалось, и видите, не стало даже лица у человека. Это очень такое философское осмысление одним и тем же человеком. То есть он, так сказать, из такого явного реалиста, который видит Миткокнильс, входит в образ уже философского осмысления. И вот это идёт очень сложно. И, собственно говоря, так и бывает и у взрослых. Вот этот период, вот, например, я видела 60-летнего человека, который рисовал как 6-летний ребёнок, когда я попросила ему рисовать рисунок на свободную тему. И он совершенно не комплексовал, он читал, что так и нужно. Но у него был потрясающий цвет. И таких художников называются наивными. И, к слову сказать, Перасманишвили, яркий пример такого искусства, которое стоит и безумные деньги. Главное в этом искусстве не правильность изображения, а искренность изображения. И вот это есть и у Перасмани, и это есть у Синьковой Оли в 6 лет, но и у Синьковой Оли в 13 лет это тоже есть, поскольку она изменилась. Но с кем занятий не велось, например, не было учителя изобразительного искусства, не было вообще искусства изобразительного, скажем, бывали такие деревни и так далее. Да и сейчас есть, к сожалению, области, где нет специалиста. И учитель решит начальный класс, вместо занятий изобразительного искусства, уроков, даёт математику, например. Ну, есть, что там греха? Да ведь, конечно, там дети не развиваются, и они в 9 лет нам как шестилетки нарисуют. Они не продвигаются. Это говорит о том, что общение с искусством у ребёнка было маленькое. Вопрос поступил. Ребёнок рисует стоя. Присутствуют признаки неусидчивости, но явно одарённых рисований. Как правильно взаимодействовать с одарёнными, гиперактивными детьми? Это Наталья Шилова. Спасибо вам большое, Наталья. Значит, дело в том, что стоя работают очень даже хорошо. Дело в том, что вот здесь вы очень мудро говорите, что нужно в методе детей от ребёнка. Это важный момент. Потому что, ну, вы скажете, одни стоят, другие сидят, нужна какая-то правильность. В этом деле правильности быть не может. Если ему удобно, то вообще лучше часть кабинета вашего классной комнаты отдать под возможность рисовать на мольбертах. И поставить 2-3 мольберта для таких детей. Ничего в этом такого нет. И более того, существует методика. Она довольно-таки авангардная, современная. И очень многие педагоги, воспитатели детских садов её приветствуют, учитывая, что вообще сейчас гиперактивность детей такая, что её нужно каким-то образом, понимаете, изымать из ребёнка. А как это, так сказать, сделаешь с баланса? Нужно ему реализоваться. Ведь если он сидит на математике вот так, на русском вот так, то, вы понимаете, ребёнок вообще-то, у него до определённого возраста ведущий вид деятельности вообще-то игра. Если он этого уже в первом классе не получает, а должен очень много, то он будет шлавлив. И в этом смысле, вот стоящий ребёнок, пожалуйста, то, что он пусть стоит, другое дело, что ему нужно мольбер, потому что если он будет голову на столе, то отёк, глаза будут уставать, это не так. Он должен всё-таки вот так правильно более-менее сидеть. А вот так это не очень-то удобно. Поэтому неусидчивость – это общая проблема современных детей. И вот одна из форм, так сказать, решения этой проблемы – это работать стоя. Значит, ну или мольберты вот такие закупить специальные, или на патта бывают такие вот специальные подставочки стоя. Ну а вообще эти гиперактивные дети, сейчас наблюдается повсеместно, и не вы одна мне задаёте такой вопрос. Значит, здесь только интерес. Может детей каким-то образом, так сказать, направить в нужное русло. И самое главное – большая смена этой деятельности. То есть если всё время рисовать-рисовать, это ему уже утомит. И причём он быстро теряет интерес к рисованию. Всё-таки вот он порисовал, потом он, значит, например, поработал и выполнил рисунок на доске учителем. Вообще вот этим гиперактивным детям нужно давать задания такие достойные, уважения. И я решаю это через игру учителя. И говорю, сегодня у меня будет учитель такой-то. И если, в общем, он так очень мудро проведёт своё занятие, то в следующий раз, ну у нас детей много, там 30 детей в классе, поэтому это не значит, что там Петя Иванова всё время будет. А вот этого гиперактивного, значит, ставишь, чтобы он на доске изобразил что-то приличное. Сначала я даю копию, вот чтобы максимально была похожа. Ну, Левитан, например, «Золотая осень». Вот, пожалуйста, композицию. Сейчас нам Петя Иванов этот гиперактивный. Все делают всё, что они делают. Желательно брать тему рисунков такие, которые тема занятия. Если пейзаж, вот он пусть Левитана на доске копирует. Причём тут же говорите, что копиист тоже профессия. И я чувствую, что мой Ваня вот прям точно повторит копию. И он будет стараться. Но здесь важно не переборщить, потому что другие, а мы тоже, а мы тоже, значит. Здесь сказать, нет, друзья мои, у нас тема урока, а вот сегодня художник такой-то. И вот этот художник отработал, и потому что не всё время он был другой художник, выбираем на следующий раз. И вот на доске у меня обычно эти гиперактивные дети время от времени работают. Можно среди них соревнования. Два, хорошо, и тот, и другой. Два таких гиперактивных. Вот пол доски один, пол доски другой. И ещё расценивать их возможности. Один гиперактивный, талантливый, а другой, извините мне, рисовательный. Соответственно, и картинки им подбирайте разные. Ну, грубо говоря, один с Левитана исполнит, а другой, например, и, скажем, какую-нибудь графику Фаворского может быть взять. Там у него есть очень простые такие композиции тоже, но графического плана, чтобы с цветом уже ребёнок не сталкивался. Поступил вопрос от Аллы Пономарёвой. Работать на Мольбертов будет тяжело детям, даже гиперактивным. Легко это в художественной школе. Они привыкают. Ну, вы знаете, вот вы правильно сказали, они привыкают. Дело в том, что если ребёнок пришёл в первый класс, уже увидел Мольберт, он не будет никаких умобразов. Причём там сейчас есть такие Мольберты, которые очень легко крепятся. Конечно, нужно, соответственно, Мольберт, который бы не доставлял вам особых колоколок, как крепить работу и так далее, и так далее. Сейчас есть масса таких удобных приспособлений, где, в общем-то, ребёнок может так работать. Не вижу в этом никаких проблем. Я была в детском саду, там все дети рисуют. 20 минут у них занятия, они все стоят на этих, ну, там, пластмассовые какие-то, кто, кстати, они мне не очень-то и понравились. А дети там так привыкли, они даже не думают об этом. Ну, вот течёт, например, краска. Ну, давайте пастель. Почему обязательно краска? Вообще на Мольбертах краска мне, конечно, не желательно рисовать. Там же она потеряет чёт, и ребёнок будет страдать. Мольберты, конечно, лучше масляным пастелем давать, чтобы вам было легче, чем вы будете бегать и занимать сборку, что-то заниматься. Нужно находить возможности. Вот. Поэтому, ну, если ещё вы хотите сказать, что если не поставить его за Мольберту, вот он там, ну, если он учитель, почему бы ему не посадить? Есть ещё магнитные доски. Фломастер ему дайте. Вот такие белые магнитные доски сейчас есть. И он будет работать в графике там. Маркером рисовать. Очень даже спокойно. И, во-первых, работа графическими материалами полезнее в начальном этапе, когда ребёнок, особенно, ещё с рукой не в ладах, с навыком у него плохо. Не цвет давать. Вот все инструкции говорят, давайте цвет, давайте цвет. Я всё-таки сторонник того, что нужно давать графический материал. Их же можно тоже цветными дать, цветными, маркерами, там, пожалуйста. Потому что линии, ему нужно оттачивать умение рисовать, образы, так сказать, и графика, конечно же, предпочтительная. Ну, и по детскому рисунку, как мы видим на экране, мы видим, что вот наша система развития, при всех тех методических рекомендациях, которые мы даём, она должна обязательно быть региональной. Вот всегда мы говорим, что у нас есть моя страна, мой дом, мой город. Это так важно, чтобы ребёнок... Порой мы знаем, что он в Москве, а что в своём регионе, не знаем. Но это явно московский ребёнок, поэтому тут всё понятно. Или, может быть, ребёнок из региона приехал на ВДНХ, всё это увидал и впечатлился. Это само собой. Но когда, например, вот он живёт в селе, и там, например, церковь Троицы, а он даже об этом не знает и никогда не рисовал, это в меньшей мере странно. Потом всё-таки есть люди с северных широт, это одно, южные дети, это совершенно другое. Нужно тоже климат учитывать, всё-таки как-то географию. А у нас всё к жель да к жель. А где же свои помыслы-то, которые там имеют место быть на местах? Если север, это, значит, какие-то там, я не знаю, унты, и меховые украшения, надо же тоже как-то с ними знакомиться, поскольку это характерно для северной стороны. Если, так сказать, особенно архитектура ещё, музеи, прикладное искусство, которое у вас есть, даже краеведческие, местные, маленькие, конечно, нужно всё сделать для того, чтобы дети познакомились с этими коллекциями. Вопрос поступает. Значит, спасибо. Так, полностью согласна с вами. Совершенный оригинальный компонент. Лучить просто обязательно всё, что можно. Да, в общем-то, по сути дела, здесь всё благодарят за ответ. Но в то же самое время, вот привычка, вот имейте в виду, вот когда я детям сказала, дети, никогда я не буду мне дляться в вашу работу. Всё, я дала установку, они в первый класс пришли, мы им это сказали. Всё, они уже и не требуют никогда. Я говорю, да как же, ты не знаешь, как нарисовать кошечку, давай Ватагина посмотрим. И включай, сейчас компьютер, раз, написали Ватагин. Вам там, все Ватагинские, зачем вам царапать, извините меня, или мне там, царапать как педагогу на доске, каля-маля что-то такое, а-ля, так сказать, кота. Когда Ватагинские есть, Юрий Воснецов, берите потрясающие сказочные иллюстрации, там кошек множество. Или подберите специально для занятия именно произведение высокого искусства, так называемого классического, зачем вам на доске. Конечно, на доске можно показывать какие-то приёмы работы, какие-то элементы там, пожалуйста. Но в принципе, нужно всё сделать так, чтобы делали сами дети, чтобы они не сидели у вас на неждевении. А то обычно придёшь к учителю начальника класса, вот она, показано на доске, вот линию горизонта рисуем. Потом вот эта ёлочка стоит, или там берёзка. И всё дети пошагово повторяют. Вот он 25 одинаковых работ. И не поинтересовался педагогу, растёт ли у него берёзка или клеон у дома, что он вообще видел, отличает ли он их, и так далее, и так далее. Пусть они рисуют своё дерево, которое у них по дороге, они идут в детский сад или в школу рисуют. То, что в окно, вот посмотрели, и нарисуйте из окна лучше то, что видите, какое дерево. Пользы будет больше. Они прилипнут к окну и посмотрят, и увидят то дерево, и его портрет нарисуют. Вот он там скучает один, и наоборот радуется, что он рядом в школе работает, в детский сад. Поэтому, мои дорогие, это всё очень важные моменты, и вот зимние виды спорта, понятно, там, где зима. Но вы скажете, сейчас же, собственно говоря, у нас интернет, и понятно, вот Сочинская Олимпиада прошла, и южные дети, и северные все были вдохновлены и пошли вот такие работы. Правильно. Нужно всегда своё творческое задание, программа это, конечно, хорошо, вы её почитаете, вы видите, она действительно неплохая. Но, там же вы можете менять 30%, прошли, скажем, Олимпийские игры, сам Бог велел. Какая разница в человеке в движении, кого он будет изображать? Так вы опять скажете, вы посмотрели Олимпиаду, что вам понравилось? Мне саночники, а кто скажет, а мне вот фигуристы, а другой скажет, а мне там вот эти стреляют, которые очень мальчишкам многим нравятся, бебят лот. Поэтому, да ради Бога, а наша задача человека в движении, да они ещё так нарисуют, и ружьё-то у них всё правильно, человек неправильно, а ружьё правильно нарисует, со всеми там вот этими штучками, на которых я вот меня попросил ружьё нарисовать, и они нарисуют. Я не имею такой наблюдённости, обязательно заглянуть на него, посмотреть где-то фотографию, чтобы более того. Вот я же сказала про фотографию. Очень интересно, знаете, какой приём? Вот из интернета набрали что-нибудь, ну какую-то картинку, ну как бы я ружьё, вот я не нарисую ружьё, или бегемот, вот мне скажи бегемот нарисовать, я не нарисую. Дайте какую-то природную картинку, реальную картинку, и дайте задание, очень эффективное. Вот смотри, картинку сделай из неё композицию, где может быть это ружьё, или где может быть, ну я имею в виду биатлоне, прежде всего. Хотя мальчишки, тут же у них фантазия, и война, и Сирия, они всё это смотрят, и у них уже, знаете, идёт в разных направлениях, к сожалению, мысли. Но это их мысли. И как бы там ни было, нужно это оценивать, это учитывать, учитывать и вводить эти мысли в художественную образную составляющую, то есть выводить на высокое искусство. Вот в этом смысле, вот этот момент нужно учитывать. И вот наша с вами задача культа-арапривыть, культуру. Ара – это в Древней Египте был Бог солнца. То есть мы просвещенцы, мы должны в любом изменном найти позитивное, например, ну грубо говоря, если с этим ружьем, защитник сразу вопрос там, не нападает, а именно защита там отечества или так далее. То есть в любом предмете мы должны выявить какую-то важную составляющую, которая является общечеловеческой ценностью. Вот это будет иметь значение. А вот. Мы идём дальше. Значит, большое спасибо. Так хорошо. Регинаринка. Так, ага, ну всё здесь, пока вы только благодарите. А я ещё жду, пожалуйста, вопросы, а продолжаю лекцию дальше. Наш вебинар. Диалог у нас немножко со временем немножко не совпадает. Как мне сказали, через полу... через 30 секунд вы только меня слышите. Ну, неважно. Я жду с нетерпением, и поэтому, если у вас будут ещё вопросы, задавайте их. Пожалуйста, я с удовольствием на них отвечу. Значит, исследование доказано, что дети не только интересуются своей семьёй, своим «я», но они открытым миру. И всё экзотическое их впечатляет. Поэтому это тоже одна из форм привития культуры Ра. То есть, что ты не один в этой земле, что все такие же, как ты, но иные. Иные в одежде, иные, скажем, может быть, внешне, но они чувствуют и сострадают, радуются так же, как и ты. И вот этот диалог культур помогает, скажем, окунуться к культуру, например, той же самой Японии. И художница может или японку рисовать, или себе в японском костюме, пожалуйста. Это очень, ну, как бы, от обыденного отхода позволяет лучше понять своё. Вот это тоже Гачев сказал в своё время. Это так здорово, что вот на контрасте разных культур, разных голосов, а тем более сейчас великое переселение народов. Вы знаете, наша страна всегда была таким многонациональным, ну, слово толерантное как-то сейчас не очень, но по части, хотя в отношении с другими людьми, мне кажется, это важное качество, которое надо развивать. Тем более, что мультипликация, фильмы, они так активно влияют на наших детей, что без этого никуда. Но надо, грубо говоря, возглавить и увести в то направление, в которое нужно. Когда, например, вот фильмы прошли там про индейца, да, они сейчас ещё идут, ну, они же все борются со справедливой, за независимость и так далее. Поэтому вы это должны тоже, как говорится, учитывать. Важен момент диалога с детьми хорошим литературным слогом. И здесь вот, когда мы делаем иллюстрации и читаем литературные образы, знакомые, как сказать, детям, показываем иллюстрации других художников, то дети вот очень даже любят отражать это в творчестве. Причем, обратите внимание, какой здесь метод. Мы видим фломастерами нарисованный рисунок и пастельными мелками фон сделан, чтобы, представляете себе, если ребенок будет фломастерами, никакого урока не хватит. Поэтому сочетайте, комбинируйте, казалось бы, некомбинируемые материалы. В школе мел у вас у всех есть, там на доске вам в школе выдают. Ума большого не надо ездить далеко за совсем крутую пастелью, там за кучу денег. Дадим обычные мелкие. Уголек купить, сангину и вам на 100 лет хватит, что на 4 года точно. Не нужно этих особых супердорогих материалов. Главное, чтобы нравилось детям. Ну и, конечно же, всегда, всегда и от реальности уходить в фантазию. То есть так уж устроен человек, что он всегда что-то придумывает. Вот его мечты он воплощает в художественных фантазийных образах. Вот стремление летать. Ну и вот эта вечная птица серина, которая, так сказать, с головой человека. Соединение и несоединимое. Это очень креативные тестовые задания и творческие развивающие задания. Или и детям безумно нравится. Тем более, они могут посмотреть «Воснецово» песни радости и печали известные вам серии Аконосты показать. И они даже достаточно одного произведения большого искусства показать. Хотя лупки, пожалуйста, здесь зрительный ряд может быть бесконечный. Большое, но высокое искусство мы должны приятно показывать. Ну и известные герои, любящие шахматные клубы, что только нет. Опять же, на интересе детей можно это выстраивать. Учет, ну вот, начиная уже где-то 7 лет дети могут национальные признаки, гендерные характеризовать. Поэтому творческие задания ваши должны быть соответствующими. Через 9 лет дети уже изображают элементы объема. Вот вы видите о Володе, мой дедушка Толя гараж изображен, ну правда, в обратной перспективе. И вот иначе «О, ты неправильно изобразил, все там горизонтальные линии должны в одной точке глупости». Ребенок переживет эту обратную перспективу, как, грубо говоря, Рублев Андрей троицу его посмотреть, там увидим эту обратную перспективу, этот стол, на котором чаша стоит. Поэтому в принципе это особая форма восприятия, когда точка схода на человеке. То есть вот так сходит. Не так, как эпоха возрождения, а на человеке. И она вот именно субъективна, она характерна для России, для нашей ментальности. Поэтому в 9 лет ребенок открыл обратную перспективу. Он, конечно, об этом не знает, но это здорово, что он ее рисует. Потом он выйдет на важное. Вот они, посмотрите, как они страдают. Это вот 3-4 класс. У них уже желание есть нарисовать натуры. Но у них еще 3-й глаз, вот так называемый, который открывается в 11-12 лет, еще не открылся. Мозг еще не созрел. И поэтому, но нельзя упускать эти интересные занятия. Они нарисуются таких смешных на натурщика, как положено, поставить. И эту диспропортность мы видим. Главное увеличение, большая голова, главное, понятно, что голова. Хотя вы и скажете, что голова, умнички, посчитайте на нем 6-7 раз, но в то же самое время ребенок, как художник, он очиняет, убирает все эти ненужные информацию и главное очиняет. Вот голова, главная, еще не похожа, если бы видели этих девочек, прямо они похожи на чиньи Бразилии. Вот, поэтому да, вот вы пишете, что сказки и фантастику дети обожают и космос, совершенно верно. И поэтому эти темы обязательно у вас должны быть очень активны. Но фантастики они очень обожают. Все дети реалисты. И изначально в себе мы все реалисты, потому что мы родились на конкретной планете, в конкретных условиях, с конкретными родителями. И реализм, и трехлетний ребенок реалист, нам кажется, когда молятся, там все у него конкретно, мама идет, я бегу, кошка хвостом виляет и так далее. Но вот это стремление изобразить мир так, как вижу, он подсознательно есть у каждого человека. И вот вы бы знали, как дети рисуют с натурой замечательно. Как они, во-первых, все мечтают стать натурщиками, и по очереди можно это превратить как в игру или проголосовать, но обычно не нужно здесь тянуть время, надо назначить наиболее выразительного, чтобы лицо было такой характер, или одежда нынче была такая нормальная. Вот. Ну и значит, как здесь вопрос, как победить аниме, которое захватывает фантазию детей и не отпускает. Да что же это у меня Наталья Шилова, спасибо вам, такой очень интересный педагог. Вы напишите, вы педагог начальной школы, педагог-художник, напишите мне, пожалуйста, мне даже хочется уже подробнее пригласить вас для участия в наших мероприятиях. И всех приглашаю, у нас есть выставки детского рисунка, как бы сказать, в конце я сделаю анонс Тульскому Кремлю 500 лет, и Министерство просвещения делает эту работу. Я приглашаю вас выслать мне на адрес, сейчас он там появится в конце, будьте внимательны в конце. И получите дипломы, дипломы, и педагоги, и дети, мы всех пошли, поскольку это всероссийский такой конкурс, и Тулу мы поддерживаем, конечно, 500 лет, это дорогого стоит, их Кремлю. В интернете найдете виртуальное путешествие, представьте, экскурсии, как будто мы поехали в Тулу, там увидели тульский пряник, самовар, тульское оружие, и так далее, и так далее, и вот он Кремль, а ему 500 лет, и вычитайте из интерната всю интересную информацию, особенно оружейников, прям там мальчишки все сразу воодушевлятся, и, так сказать, обязательно вам нарисуют тульских оружейников, вот ружьё они нарисуют, как положено. Так вот, аниме. Ну, во-первых, это естественно. Вспомните, «Ну, погоди», был мультфильм, вот более старшее поколение знает, как мы все этих, ну, волка и зайца рисовали, причём нам не нужен был мультфильм, зрительная память, поскольку мультфильм смотрим каждый день, такая, что мы всё над по памяти, и так далее, вот мы, ну, погоди, рисовали этого волка, плохиша, и зайца, так сказать, которые, я помню, учителя тоже всё плакали, «Боже мой, опять!» потом был период, «Человека-паука» все рисовали, эти вот наклынули зарубежные все пильмы, и эта кошка, женщина-кошка, и так далее, все переболели, и сейчас уже болеет, кто впервые видит, кого потрясёт. Понимаете, а как же аниме, кто его видел, потрясающий художник, наверное, японский, который, или китайский, который всё создал, там же движение даже есть, ой, чего их-то, молодёжи нет. Бороться с этим бесполезно. В каком смысле? В том смысле, что эта болезнь, возрастная, она проходит с годами, а если уж ребёнок в ней застрянет, то, ну, он художником не станет, ну и что? Там мы фильмы, посмотрели, вполне добрые, вполне там нормальные, в общем-то, по, если они вот такие, не несут агрессивное начало, и разрушение, и смерть, то в этом ничего нет. Другое дело, что все в них влюбляются, потому что, ну, они уж такие, раз такие, прям красотки там. А у девок, особенно девочки этим увлекаются, ну и мальчики, ой, особенно мальчики, вот этот, властелин колец прошёл, или какие-то там вот этих, всяких, ой, что это, ну они рисуют всё это, это им нравится, тем более они там благородные, что-то они там побеждают всех. Время Ильи Мулина, ну, сейчас, слава богу, и у нас Илья Мулина, и наши три богатыря уже, тоже в почёте, их тоже дети рисуют, потому что, ну, тебе в фильме нравится, Маша Медведь, и Маша там на каждом шагу, и Мишки эти все узнаваем, и куда денешься. Кто чья болеет, кому что нравится. Значит, что здесь? Здесь говори, не говори, что вот, ну, глазки нарисуй, как вот они на самом деле. Ребёнок не верит. Он в своём мире, понимаете, вот как тот ребёнок, который только человек, вот там получилось так, что дедушка, или кто-то ему когда-то показал, как чай перезать. Он научился, и всё, он сейчас этот, так сказать, типаж будет нести всю свою жизнь. Он художником, конечно, уже не станет, потому что у него уже нет вот этой вот многообразия. Эти могут стать художниками, иллюстраторами? Могут. Могут стать художниками, мультипликаторами? Могут. И у них щелчок произойдёт где-то вот в девятом классе, когда начнётся самость, и они такой, как все. Ну, там это может или ещё больше усилиться, или уже под вашим авторитетом, вот я долго вылазила, здесь первого по 11 класс, я была для них авторитетом, и я видела эту её болезнь, но ещё муха, вот тогда были эти, модерн вот этот, все болели, все переболевали, готы, ой, все переболевают, а потом всё время, а где ты? А ты какой? Хорошо, готов ты нарисовал, там, аниме нарисовал, а вот твой стиль, ведь художник, это тот, который не похож ни на кого другого. И вот на подростков, это как вспышка, они вдруг понимают. Или они, тогда утверждаются, я не художник, мне нравится, я с ним пойду по жизни, ну, пусть уже по жизни. А те, кто уже художники, они уже, понимаете, если они уже встают на путь не такой, как все, и это ценится, потому что художнику по-другому ты не состоишься в профессии. Вот. Поэтому здесь, в общем, вот это имейте в виду. Бороться не надо, это бесполезно. Выражить своё суждение, конечно, надо вот эта позиция, ты никакой, как все, а найди свой. Твоя задача, искать свой стиль. Вот какой он, чем ты от японцев или от китайцев отличаешься. Ну, он вас не будет слушать, ну, как правило, это я уже проходила много раз, и обычно не прислушиваются, раз у них вот как вот получается красиво, всем нравится, сверстникам особенно. Сверстники, ай-яй-яй, как красиво, ну, это для него высшая похвала, что там, где там у учителя. В определенный возрастной период уже у них доминирует влияние сверстников. Ну, на природу я вам в прошлый раз о нем говорила, но программа так вот сотворена, что, значит, нет ни одной темы, которая бы не затронула детей. И в мире природы важно отразить все бытие, что небо, земля, вода, цветы, деревья, плоды, там овощи, ягоды, что на них, и природные явления, дождь, нет юга, и как результат, что-то фантастическое, и цветы фантастические, деревья, плоды, и плоды, и так далее, и так далее. Блог природы очень такой крепенький, дети обычно с удовольствием рисуют все эти вещи, вот, ну, и проблем обычно здесь не бывает, и методик здесь столько много, в интернете написали. Вообще сейчас так легко преподавать, я вам должна сказать, другое дело, что здесь должен быть художественный вкус, потому что не всегда интернетовская разработка, вот, ну, ну, как бы, этим характерно, идет кичуха такая, кич, а педагог или воспитатель детского саду видит, ой, вроде ярко, красиво, и перенимает. Вот здесь, почему издательство создают учебники, вот в данном случае сейчас, вот мы присутствуем, мы можем сказать, все беном, да, потому что это культра, это просвещение, потому что должен быть учебник, который будет нести этот цвет, а не кич, не фальш. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему ребенок рисует всех животных в одном направлении, морда влево? Это Екатерина Исаева. Здравствуйте, Екатерина, очень важен вопрос, поэтому я сейчас прямо даже до животных добегу, потому что первым природным, я вам просто на предыдущей уже говорила, что мы все, и наш организм, и кровь, и мозги наши, и глаза, все предопределены ритмами природы, это ты желаешь этого или не желаешь, зимой мы одни, летом мы другие, осенью, сейчас весна, вы понимаете, возрождение, мы другие, все планы строим, и в общем, это вот все, и поэтому ребенок, поэтому нужно все плясать от ритма природы, второй, три суточные, утро, день, ночь, вечер, это вообще влияет на все, и поэтому это можно, особенно ночь, ох, они как любят, эти все загадочные, все эти дела, это надо использовать, и так рождается графика, и за ночь, смотрите, шестилетний ребенок, день, ночь, Эшера посмотрел, вдохновился, но создал своего, вот, поэтому, значит, диалог ребенка с жизнью, диалог ребенка с отечественным, и мировым искусством, и вот, собственно, это показано, значит, вот у нас наш ребенок, и вот его величество, большое искусство, конечно, ребенок создает свою природу, вторую, но он смотрит, вот, Герасим, Ван Гога, Сарьяна, Грабаря, вот это показываем, а уже, натюрморта можно с натуры поставить, скажете, до пяти, шести, семилетний, восьмилетний, на натуру вашу смотреть не будет, правильно, ну пусть стоит, он его за свою сочинит, и все это нормально, потому что он художник, и у него еще третий глаз не открылся, для него, натура, это не сколько объекта, которые они изображают с натуры, сколько объекта, возбуждающих эмоций, и поэтому, вот, это показали, но они же создают свое, вот опять фантазия, это, пожалуйста, это фантазия, это снежинка, ну это всем знакомые, плоскутые ткани, пожалуй, они фантазируют бесконечно, это все цветы гелевые, ручки, фломатия, очень простые материалы, я хочу добежать, вот, до вопроса, который мне мордой влево, в одном направлении, так, еще раз вопрос, почему, значит, ребенок рисует всех животных, в одном направлении, мордой влево, но правые руки, левые руки, это во-первых, во-вторых, большого греха в этом, конечно, нет, мы же не можем левшую сделать, правшую, это вам первый ответ, здесь не нужно, какая разница, другое дело, что вот игровые методики, вправо, влево пошел, так нарисовал, так нарисовал, но движение, вот эта статика, я так понимаю, у ребенка доминирует сейчас, значит, если мы проиграем, вот особенно такие игрушки, вот это, какое там животное, нужно посмотреть, жираф, например, с большой головой, сделаем такую игрушку, и право, влево, и да поиграйте, поиграйте с ним, и как правило, когда вот так вот, и потом оцените, это их творчество, и все, оно становится на свои места, вот посмотрите, после этой игры, после восприятия ватаагентских набросков, он их сколько, вправо, влево, туда-сюда, мордочка, и вот еще и тут, Шерлл так попался, вот тоже, Шерлл, пятилетний ребенок, показал педагог, и говорит, Татьяна Анатольевна, перед этой Шерлл заполнили, и все, и вот понимаете, это из той же серии, когда вот аниме, вот понравился, и он начинает, вот тут Шерлл понравился, вот это белое-черное, прямо уже такой маленький, вот прям философ, и день-ночь, и вот такие вещи прям создает, вот просто интересно, конечно, а потом он переболел, это все было, аномолетные люди, теперь почему влево, вот первое, значит, ну, видите, сказать, смотрите, пятилетка, все влево, и что? Ничего страшного нет, абсолютно, вот первое, нужно развить динамику, поиграть с этими, так сказать, моментами, вот опять влево, смотрите, я даже не подбирала, вот опять влево, во-первых, мы пишем, что слева направо, здесь еще установка такая, вот вы начните рисовать, вы тоже так начнете рисовать, другое дело, что вот когда по-другому, не слева, это художественный тип называется, а обыденное сознание всегда, вот они видите, все в доминанте свое влево смотрятся, ну и что? И все в профиль, как вы говорите, почему в профиль? Ну, вспомните, египетский, а вот мне отвечает, спасибо, преподаватель, дыши, учитель, заводительской школы, рисуй сама, ну вот чувствуется, что вы со знанием дела, приглашаю вас для участия в наших выставках, педагогов, художников, мы все собираемся, выезжаем на пленеры, рисуем, самоорганизованная такая наша компания, так, дальше, Анна, Алла Пономарева, еще важно, чтобы дети передавали настроение в пейзаже, самое разнообразное, ну, об этом я говорила в прошлом, и в нашей встрече, поскольку у меня время довольно-таки ограничено, то у меня осталось всего лишь 20 минут, я немножко тороплюсь, я в прошлый раз много говорила именно об настроении, а его не только в пейзаже, вот вам пейзаж, при изображении пяти человеком, и, конечно, дети часто рисуют солнце, чтобы подчеркнуть это настроение в пейзаже, это тоже нормально, они так видят, солнышко, и тебе хорошо, другое дело, все говорят, вот, Атянтон, а почему они рисуют треугольное солнце, я же говорю, что оно круглое, что лучей множество, нормально, потому что ребенок видит кадрово, и он как художник, в данном случае, выступает, и если вы спросите у этого ребенка, он скажет, да оно там есть, просто оно не видно, он элементарно, и потом он изживает эту способность, и это время, это время такого просто болезни роста, ну зачем ее болезнью называть, как же выразить, посмотри, какое-то замечательное солнышко, какое хорошее настроение, и не надо ему обязательно что-то круглое сказать, что это звезда круглая, но это не факт. Так, А, вот еще Алла Пономарева говорит, что необходимо внедрять процесс творческий рисунки детей нетрадиционными техниками рисования и материалов, но здесь я могу с вами поспорить, потому что так называемые нетрадиционные, ну что называть нетрадиционные, там пух, или там дует из трубочки, или там монотипию, известные, ну знаете, ну если не сто лет, то уж в революцию, в 17-й год у нас, ведь архив детского рисунка больше чем за сто лет есть, и всегда эти материалы есть, даже монотипия, казалось бы, сложный материал, в трудовой школе, она даже входила в программу, что тут новое, я не знаю, называют тополиной пух, или веточки, или листочки, вы мне напишите, вот пожалуйста, Алла, может быть я, Эбру вы имеете ввиду, или еще какой-то саморский материал, Алла Пономарёвна, пожалуйста, конкретно вас, что вы понимаете под нетрадиционными техниками рисования, и нетрадиционными материалами, я вам буду очень признательна, потому что мне непонятен ваш вопрос, какие материалы вы считаете нетрадиционны, для кого, для ребенка, или для учителя, или для системы образования, например, в школе что-то, ну витраж, например, вы считаете нетрадиционным, я вам расскажу, как это элементарно, просто сделать витраж, Все это примитивно и просто. В равной степени как монотипию и так далее. Если это вас интересует, будем отвечать на вопросы. Животные во всем жизненных ситуациях, курицы вне с детства, ниха со слоненком, почему-то всегда влево. Поэтому и смутило. Это Екатерина Исаева. Вот они все влево. Екатерина, посмотрите. Нормально, не смущайтесь. Здесь, видите, один влево, другой вправо. Значит, вам что нужно сделать? Вот такую придумать. Тему встреча. Или любовь. Ох уж, любовь, начиная с дошкольного детства. Орла и орлицы. Вот так вот. И они все вам навстречу. А ну а как же. И вот не надо говорить, что вот почему-то все время вот здесь, пожалуйста, полет над горами. Ну вот встреча двух влюбленных, например. И я думаю, вы решите. Вот попробуйте даже. Любовь, двух там, кто у вас там по программе идет. Двух котят, двух птиц, двух там, кенгуру. Я не знаю. Так, значит, Екатерина. Ну вот в гнезде слониха со слоненком. Понятно. Значит, поэтому мы, хорошо, продолжаем дальше. У нас все время с вами сокращается. Вот здесь мы видим, а здесь вот не только влево. А посмотрите, вот какой ракурс интересный. Прямо. Вот назови меня рисовать пингвинов. Попробуй. Вот я как художник, ну, педагог, художник, немножко рисующий, да. Я бы тоже в профиль начала рисовать. Почему? Да потому что самое выразительное. В Египет. Почему они рисовали в профиль? Это было первейшее. Наскальные рисунки. Фаст никто не рисовал с животных. Все в профиль. Почему? Потому что наиболее выразительно ребенок, наиболее характерный. Ну, вы представляете, вот эти вот, если бы не были здесь пингвины, я подумала, что это люди какие-то. Не очень выигрышная точка зрения фаст пингвинов, птиц-то вообще рисовать. Да и льва, попробуй-ка фаст нарисовать. Профиль, конечно, намного выигрышней. Ну, как мне кажется. Хотя у каждого своя точка зрения. Вот вам, пожалуйста, нетрадиционные ваши материалы. Если вы под этим, я все-таки жду, что же это у нас за нетрадиционные материалы. Но если шишки это нетрадиционный материал, ну, мне кажется, они традиционны, как никогда. И вот принцип здесь дети все сразу улавливают. Ну, вот вам, пожалуйста, любовь. Смотрят вправо и влево. Это уж тем более лебединое. Ну, почему все лебеди? Давайте уже фламинго возьмем, какие-то другие. Они красные. И миф расскажем, что они как бы покраснели из-за того, что, значит, за сушливый период там накормили, оторвали там от себя. Ну, знаете, интернет откройте, там сказок очень много никого есть. Поэтому, ну, пожалуйста, и шишку можно излепить. Лепить обязательно. Вообще, раньше, в том же 17-м году, начало, когда начало, ну, почему в начале было все как бы заздравно, так, хотелось наркомпросу сделать что-то хорошее. Потому что, ну, дворянское воспитание все имели. И все хотели, ну, кто выбился в люди, грубо говоря, стал в наркопросе-то работать. Все, кто принял советскую власть, умные люди были. И они хотели дворянское воспитание отдать всем, всему народу. Это было утопия на тот период времени. Но, что приятно осознавать, что они, вот я сейчас посмотрю, что использовали лепку как самостоятельное занятие. Вот это потом только в детском саду осталось, а в школе лепка ушла. Вот это большой минус нашей системы образования. Мы потеряли лепку. А концепты заключаются в том, что сначала слепить, а потом нарисовать. Лебенок как бы в объеме увидит образ, а потом ему легче рисовать. Это же аксиома. Но, к сожалению, только мало у нас занятий, что не всегда это возможно. Скажите, спрашивает Регина Бакулина, Как отбирать рисунки учеников для конкурсов, постоянно стою перед дилеммой. Хороший вопрос. Вот те рисунки, которые я вам показываю, это победители международных конкурсов. Вот рисунок перед вами «Золотой гость» победил на выставке сказки «Братьев Гримм». Вы знаете, 200 лет было этим братьям, после того, как издали свои первые сказки. Ну, победители, в 7 лет. Возраст, специфика возрастная, непосредственность, непохожесть. Вот здесь, казалось бы, примитивная композиция. Лапки так стоят, но выразительная, и на дальнем плане какая-то там вода, не вода. Ну, в общем, и золотой он золотой, то есть гуси отражает, иллюстрацию. То есть, в данном случае, замысел, возраст, художественные материалы, по-моему, здесь нет вопросов. Обычно мне присылают на мою почту электронную, вот она будет в конце. И присылайте, я буду оценивать ваши работы, буду говорить, какие важны, какие не важны. Вот зрительный ряд. Вот удивись, помните, посмотри, удивись, сотвори. Так вот, посмотрите, чтобы удивление было. Вот вам 5 кадров показали, что разве дети не... И сказать, что альбиносы есть. Что-то необычное. Понимаете, обычные павлины, ну сколько, а вот альбиносы, они вообще бесцветные. И можно выразить вот чувство, сострадали ли наоборот, она же принцесса, она же невеста. Посмотреть, наверное, с разных точек зрения на это дело. Вот, поэтому... Вот павли, например, как сказочная птица. Ну и вот видите, что дети-то сотворяют совсем. Каждая папиру и вот коллективная работа. Наивная, ну вот тоже выставочная работа для 4-х летнего возраста. Причем перья вот так вот нужно досмотреть. Вот это традиционно или нетрадиционно интересно? Вот, например, А, Наталья, молодец, начала поддерживать со мной разговор. Нетрадиционные материалы, скорее всего, те, которые никто еще не пробовал. Новые техники и приемы, но вы опять не называете уж какие нетрадиционные. Я спрашивала, какие? Ну какие, хоть кто-нибудь из зрителей, которые сейчас слушают меня и смотрят. Назовите кто-нибудь, хоть какой-нибудь один нетрадиционный материал. Мне прям даже вы заинтересовали меня, что же вы считаете нетрадиционными. И тогда хотя бы давайте начнем, разберемся. Какие материалы вы считаете традиционными? Тогда будет о чем говорить. Вот, например, смешанная техника. Это традиционный или нетрадиционный, так сказать, технический прием? Вот мне даже интересно, потому что я вижу, вот у меня вот, чтобы я вас понимала. А то вы пишете теми, кто не работает, а какими? Вот, Алла подключилась, она ей задает вопросы о нетрадиционных материалах, а пишет, я имею в виду нетрадиционные техники применять в различных жанрах. Например, в пейзаже набрыск, солевую технику, торцевание поролоном и другие, при помощи различных попорных кистей. А ведь их сейчас так много. Можно создавать различную фактуру и текстуру, играть с формами и цветом. Алла, ну, конечно, вы молодец. Конечно же, нужно вводить. Но, вы понимаете, об этом пишут уже сто лет. Вот, например, набрыск. Почему она нетрадиционная? Ей все пользуются и в пейзажах, и в портретах. И, может, вам какие-то программы не те попадали, образовательные набрыск. Это довольно-таки традиционно. Дальше, солевая техника. Акварель техники посоленый раз тоже сто лет. Не знаю, что тут необычного. Торцевые поролоны, ну, торцевые поролоны, это что это? Дважды двадцать четыре аксиома. Когда кистей не было, вообще в Гражданскую войну рисовали тампонами, ваты, в этих брали, у раменных. Такая была ситуация. Когда ничего нет, то и все сгодится. Это не важно, ты чем рисуешь, по большому счету совсем. Вот опять же из истории, вспоминаю, Гражданскую войну, были газеты, вообще бумаги не было. И мел, школьный, цветной, правда. Они размачивали мел и делали из него как бы краски. И на газетах писали, и уголь, который обожженный на улице валялся. Работа потрясающая на газетных и на оберточных проторге. Давали, пою, бумагу заворачивали, на этого работали бумаги. Ведь, понимаете, не важно, чем работать. Это, конечно, разнообразие. Сегодня одним другим это интерес. Я согласна. Но в искусстве главное содержание. Вот какая птица, красивая, счастливая, яркая. Поэтому мы розовые фонты взяли, и желтые нарисовали. Вот, она какая, она красивая, она гордая, или какая там еще будет. И вот искусство нам дает эти примеры. Никогда никакого формализма нет. Здесь всегда или радость, или печаль, или песня. И задумчивая, или гротескно-гографичная, такая решительная. В искусстве всегда образ, вот казалось бы, один силен. Вот мы его там с вами рассматриваем. Главное ведь содержание. А каким материалом ты ее делаешь? С поролоном ли, без поролона ли? Более того, поролон может и помешает. Грубо и неудобно. И отведет внимание. Хотя, конечно, я не возражаю против этих всех материалов. Но вот мы использовали, например, Екатерина Исаева говорит, в качестве нетрадиционного материала. Вот первый нетрадиционный материал я нашла. Вот эти были при Царе Горохе. И в Царской России были даже. А вот здесь мы использовали пену для бритья. Ой, как интересно. Ну, хоть в какой технике. Вот это нетрадиционно. Во-первых, пены для бритья, скажем, не было в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Но была просто мыльная пена. В чем тут фишка? Вот даже интересно, что вы там использовали. Дальше. Ну, вот все работы нарисованы карандашами, красковыми, фломастерами. Традиционно. Молодец, Марина Хилл. Традиционные материалы – это чаще всего встречающиеся. Или я бы даже сказала, это те, которые чаще всего педагог детям дает. Или родители не имеют возможности что-то другое купить. Это чисто технические проблемы, а не потому, что они редки, потому что мы бедны, скажем, вот так, по-примитивному. Потому что на дворе 25 века у нас дети еще масляный постель не знают, что такое. Это, конечно, беда большая. Вот. Ну, и поэтому с бедности мы берем мыльную пену и так далее. Забавно детям? Забавно. Но мы же еще ставим задачу научить детей рисовать. Может быть, больше эффекта будет, что они нарисуют семью фломастерами, прорисуют все, кто плачет, кто радуется, чем мыльной пеной или там какой-нибудь трубочкой дерево очередное не рисуют. Вот, пожалуйста, нетрадиционный материал. Вот я вам его, наконец-то, показала. Наждачная бумага. Хотя я ее и нашла тоже в истории вопроса. Я не помню. Ведь гонят на выдумку хитра. И мы рисуем на стекле, на фанере, на чем только мы не рисуем. Художники – это хитрые люди. Они рисуют на все. И это правильно, потому что они креативны. Вот на наждачной бумаге. Ну, какая фактура, какая прелесть. Все сразу стали победителями. Вот это из детского сада. Понимаете, пять лет детям. Потрясающе. Создали еще фактуру такая. Вот я вам показала. Эбру. Григина говорит дальше. Эбру – техника не для урока. Больше для открытого урока, а не для рядового. Согласна. Мало того, что она еще дорогостоящая, потом я не вижу вообще смысла мне никакой. Эти, я была в Торте, там нам показывали эту тему, и я в интернете ее нахожу множеством. Она эффектная для ткани, ну, сделайте скид ткани. Да вот чем наша монотипия хуже. Я согласна, она для даже не сколько показательных выступлений, да зачем они вообще нужны. Для кружковой, скорее, не урочной деятельности. А в уроке у вас главное содержание не форма, мои дорогие. Вот прошу вас понять, чтобы вы мне. Так, вот, Марина Хилл пишет. Принты, она видит, декупаж. Конечно, нельзя сказать, что нетрадиционные – это техники, но очень редко используются детьми. Ну, вот мы и пришли к пониманию того, что же такое нетрадиционные. То есть традиция, вообще-то, на самом деле, это когда что-то передается из поколения в поколение. Это есть традиция. А нетрадиционные – что не передается? Но то, что не передается, например, та же техника декупажа, ну, модерн, он декупаж открыл, это начало века 20-го, ничего тут нового нет. Но другое дело, что в массовой практике, чтобы научить воспитателей, учителей начали класса, это, конечно, редко используют. Поэтому это выдаётся как такая изюминка, как фишка на открытые занятия, или вот этим словом блеснуть. Да ради бога. Я говорю, художник, он больно выдумку хитраю, пожалуйста. Вот можно её назвать нетрадиционной, этот декупаж, хотя он вполне традиционный. Правильнее сказать, редко используемый. Но то, что в традиции отечественного искусства это есть, это безусловно. Наталья Шивова. Может, всё-таки техники, материалы реже новые появляются, хотя может быть цветной песок, чайная заварка. Здесь есть некоторые восхищения у детей. Ну вот молодец, молодец, Наталья Шилова, с вами приятно разговаривает. Действительно, раз вы как педагог это не использовали, воспитатели детских садов чаем отмывают работы, ну у меня, по крайней мере, множество на протяжении последних 50 лет, это очень традиционно. Но если школьные работники этого не использовали, там та же Флёрина об этом писала очень много, эту технологию описывала, кто-то её воспринял, это же как грязельная, она, может быть, кому-то не к душе пошла. Вот. Ну так же зачем чаем, когда коричневый акварель есть? Единственное, что только привлечь внимание детей, ну ради Бога, пожалуйста. Вот. А вот что касается, значит, цветной песок, ну да, может быть, это в какой-то степени, грубо говоря, богатые тоже плачут. Из этой серии привозят уже из Турции, всех, мы в Египте всё это бывали, видали. Ну, в общем, может быть, вот цветной песок. Ну, с другой стороны, из обычного песка хоть бы научились рисовать, но цветной песок тоже хорошо, и аппликации, и посыпать. Да почему нет? Очень даже, вот берём на вооружение, кжель, например, синим песком с белым сделайте. Вот сейчас перед вами кжель, в традиции кжеля, и вот будьте прям на высоте, пожалуйста, это что-то необычное. Ну, вот, да, в случае, не гуаши это сделайте, как этот четырёхлетний ребёнок, посмотрели кжель, взял выразительное средство кжели, синий, белый, голубой, фиолетовый, а вот другой шестилетний, ну, естественно, воспитатель этого детского сада, сделайте мне вот такую, как в аппликации, например, а вы сделайте цветного, голубого, белого песка. Ну, и в этом ряду у меня появится ещё одна работа. В общем, эта работа мне очень нравится. Декупаж, это Регина Бакулина пишет, это новое слово, а в реальности, так говорят дети, обычная аппликация на ПВА. Ну, вот видите, декупаж – французское слово, поэтому мы все, ну, модерн, я же вам говорю, что это было. Ну, мы вот сейчас все иностранные слова используем, и как говорим, что это как бы впервые. На самом деле это всё. Как говорится, вот видите, дети говорят аппликация. Ну, декупаж может быть тоже. Там декупаж же сложно гармонию вот эту сделать, чтобы композиция не вылезала ни туда, ни сюда. Всё-таки, ну, используйте. У кого вкус художный есть у педагогов, как правило, всё хорошо получается. Алла Пономарёва. Как дети обожают народные росписи. Сказочная гжель, Городец, Хохлома, Жустава, Похов, Майданские матрюшки и другое. Так, это у меня Алла Пономарёва. Вот здесь я не могу с вами сократиться. Вы понимаете, плагиатами нужно заниматься. Зачем нам копировать с Похов? Вот я сейчас вам технологию дала, как надо работать. Дети посмотрят эту самую гжель. Вот, ой, ну, здесь они уже Городец смотрят. Вот, гжель, смотрите. Возбудятся. Во-первых, авторское право гжель никто не давал воровать у них технологию. Они авторы, это народный промысел, и вам нельзя туда залезать. Это как в чужой дом войти и сказать, я буду вас предметать. Нет, извините, вот они не имеют лицензию. У них есть своя традиция, я заметил слово традиция, из поколения в поколение передаётся вот эти мазочки, шлепочки, все как положено. А почему ты, не имеющий право, заимствовываешь эти мазочки? Нет, мой дорогой, что ты можешь заимствовать? Образное восприятие материала. Пожалуйста. Вот это ребёнок сделал. По мотивам «пожалуйста». Ну, синий, белый, вот как он голубая, гжель, там «пожалуйста». То же самое «городец». Зачем копировать «городец»? Это плагиат. А вот так сделать? Почему нет? Пожалуйста, ради Бога. Поэтому здесь надо поосторожнее. Они должны знать нашу народную промысль. Тут никто спору нет. Но они должны делать своё. Может быть, заимствовать образ? Конечно. Ну, вот как мы сейчас смотрели у Васнецова «Птица радости и печали». Мы можем создать птицу радости и печали, но это не будет Васнецовская. Это будет наша. Так и здесь. Но это не будет «городец». Да, элементы мы видим. А нет «городца», но это свой код и свои интерпретации. Значит, насколько нетрадиционно рисунок воском и расплавить горячим феном или утюгом. Тоже техника известная. Конечно, «городаж» техника. Или гравюра на воске. Её по-разному называют. Техника древнейшая. Причём она коренько восходит к фаимскому портрету. Это вообще очень древняя такая техника. Правда, технология утеряна. Но, в принципе, это по воску цветному и он сто лет. То есть это очень тысячи лет. Живёт техника очень сильная. Может нетрадиционно по мокрой акварели рисовать гуаши. То есть совмещать с несовместимыми. Мне очень интересно нетрадиционность в изо. А что тут нетрадиционного? По мокрой акварели рисовать гуашью. Так вы лучше по мокрой гуашьи рисуете гуашью. То же самое получится. Все говорят «мокрой акварели», а также можно и мокрой гуаши писать по-сырому. Ну, меньше растекается, но смотря сколько краски. Ну, заединяйте всё. Ведь у нас сначала эмоционально идёт подголосок акварели. Он должен высохнуть. А потом, чем вы хотите на нём рисуете. Аппликацию туда, декупаж там делаете. Гуашь, уголь хорошо, соусный акварель по-сырому хорошо, но высохшим. Ну, гуашь, да, это очень традиционная техника. Всё это очень традиционно. Вот вам, пожалуйста, сангино-соусы. Гротаж, малярные технологии, великие фактурные валики, дуотипи. Но это, конечно, на кружке. Наталья Шилова перечисляет разные техники, известные всему миру и в России. И они вполне традиционные. Просто педагоги их редко используют и правильно делают. Объясняю почему. Потому что они очень сложны в технологическом исполнении. Есть вот соусы, пансангино, более простые, у нас 45 минут. А в детском саду 20-15. Вы же должны понимать, ну, кружок больше 42 раза, по 45 минут, там хоть что угодно делаете. Малярные технологии. Так, Алла Пономарева. А как же в школах и детских садах? В программу включены все росписи, самые известные. И дети работают по образцам. Ну, здесь уже я должна вам, Алла, сказать следующее. Каждый педагог вправе выбирать концепцию. Вот вы сейчас принимаете, смотрите мою концепцию. Но я всегда говорю, закрывайте с пеленой, с туманом, все, что я вам говорю. Вы свое, я идете. Вот вы, например, копиист. Копиист – это тоже художник. Он повторяет что-то чужое. Он свое не сочиняет. И это есть концепция так называемых зунов знаний, умений и навыков. И вот в промышленных видах искусства, где черчение, например. Ты как, черчешь, ты должен один к одному повторить, тогда ты наконец… А если ты что-то изменишь? Это вот принцип технического рисования. Он тоже имеет право на быть. Тогда вы честно говорите, что вы занимаетесь техническим копиистным искусством. И креативности к творческому отношению – это не имеет никакого, так сказать, отношения. А я все-таки исхожу из художественного образа природы человека. И вы же не задаетесь Рембрандта повторить. Хотя, как, ну вот помните, я вам говорила, Левитана могут они повторить. Да, конечно, наверное, и Городец могут в таком же плане повторить. Но как эвристическое разовое задание. А вот так вот, как насаждают другие программы, вы же праве выбирать. У нас же вариативное содержание образования. Вы можете выбрать ту программу, по которой вы хотите работать. Если вы копийные программы доработаете, но только вы честно говорите людям, что вы готовите из них не креативно настроенных людей, а копиистов. А промыслы копировать нельзя, но это нарушение авторских плоров, это 224. Что делают эти авторы каких-то там программ, где вы их… В интернете навалено, это не значит, что навалено что-то хорошее. И если вы берете какие-то программы, я высказываю свое отношение. Вы можете с ним не соглашаться, потому что я считаю, что мы можем работать по мотивам того или иного промысла, но сами промыслы копировать мы не имеем права. Это запрещено авторским надзором. Почитайте, у Гжели, у Полхов Майдана, у всех у них есть авторский надзор. Тоже жестово. И как что, вы можете, вы нарушаете просто права авторов, вот и все. Что еще могу вам в этом смысле сказать? Вот. Ну, мои хорошие, я уже перебрала у вас время. Мне вопросы, конечно, идут. Вот. Их очень много. Мне это очень приятно осознавать, что я даже не ожидала, что у нас сегодня появится так много вопросов. Поэтому вот у нас сейчас с вами окончается презентация по... И очень сложная «Я и мир искусства» осталась. И вы видите, что в этом блоге книга «Театр кино, мультипликация, музыка, путешествия, праздники, музей». Я, даст Бог, оставлю ее на следующий наш вебинар. Я думаю, что он будет. И мы начнем с вот этого сложного тематического модуля «Художник и мир театра», «Художник и график», «Мир книги» и так далее, и так далее, и так далее. Это уже интегративный такой блог, о котором мы частично уже с вами в течение нашей беседы говорили. Значит, вот я сейчас его так совершенно быстро прогоню. Просто я хочу призвать вас вот к этому Тульскому Кремлю, по которому я вам сказала. И хочу, чтобы вы зафиксировали. Сейчас взяли на карандаш, я его вам прочитаю. Вы можете по адресу, который у меня внизу зафиксирован, высылать рисунки по почте до 10 июня. Понимаю, что времени совершенно нет, поскольку вы, пользуясь случаем, просто можете вскочить на подножку уходящего трамвая. Я вам предоставляю такую возможность. Если до 10 июня вы вышлите вот по этому адресу, запишите его, пожалуйста, не электронной почтой, а именно почтой. По почте 119-121 Москва, улица Погодинская, дом 8, корпус 1, Институт художественного образования и культурологии, сокращенный ИХО и КАРАО, с пометкой «Конкурс Тульский Кремль». Вот, поэтому вам тоже, вот вы пишите отзывы благодарные, спасибо вам большое. И от Амурской области идет благодарность, и из других регионов. Мне тоже было приятно получать от вас вопросы. И я думаю, что третий наш вебинар, который мы организуем обязательно, поскольку они могут быть бесконечны, и я думаю, в частности, и по этим нетрадиционным техникам можно сделать интересные сообщения, можно сделать интересные сообщения по историческому рисунку, чтобы вы видели, как рисовали дети в 1920-30-х годах. Конечно, мы можем это все делать, вы задавайте вопросы, выявляйте интерес к истории, и тогда я буду новые наши встречи организовывать с учетом ваших интересов. Поскольку музей детского рисунка единственный в мире, и самый древний рисунок в наших архивах 1897 годом датирован, я могу с полной уверенностью, научной точностью сказать, что и какие техники, материалы были в части у нас в России, и почему одни стали традиционными, а другие, как вы утверждаете, менее востребованными педагогами, а вы это и сами знаете, потому что одни очень технологичный затрат времени очень большой, а у нас занятие длится очень маленькое, короткое время. Поэтому мы задаем техники эмоциональные, быстрые, и поэтому одно предпочтение, например, даже не карандашу, а гольку в каких-то случаях и так далее, и так далее. Поэтому вам всем спасибо, я надеюсь, что вы принимете участие в выставочном проекте «Тульский Кремль», и за последние уроки, которые у вас остались, и в детском саду, и в школе занятия, вы сможете его нарисовать. Ну уж тульский пряник все ели, левшу все читали, вот, ну а самовар тульский, наверное, есть почти в каждом доме. Поэтому, я думаю, у вас не составит никакой большой трудности, ну а на «Тульский Кремль» посмотрите в интернете и сделайте виртуальное путешествие в Тулу. Всего вам доброго, мои хорошие, спасибо за интерес, который был проявлен, всех вам благ, всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok